Наша трибуна Я имею, что сказать А я думаю, что... Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа Напомню, вы слушаете радионародная волна на частоте 14.30 М99,1 ФМ На нашем веб-сайте radio-nvc.com И на нашем канале в YouTube Также radio-nvc Со мной в студии Олег Патлак, Анатолий Червец Меня зовут Сергей Зацепин Мы только что распрощались с замечательным человеком И потрясающим актером Владимиром Долинским Но ненадолго Ненадолго, да 5 мая он приезжает к встрече Это большое шоу будет Это Мишка Япончик Душа Одессы Одесса называется Он, между прочим, упомянул о том, что он был в кабачке 13 стульев Вот, а если кто не помнит Его там звали Пан Пипичик Почему я знаю? Потому что я вообще очень люблю этого актера Я его просто обожаю Я о нем очень много читал И, ну знаешь, все помнят там кто-то Ольга Роузева была, помнишь, там? Селезнева Селезнева Селезнева, да, вот Вот Долинского очень многие не помнят там Так вот, если вы хотите вот посмотреть Пан Пипичик, да, он очень тогда был молодой Хорошая, красивая шевелюра тогда была у него Вот, да Олег попытался найти билеты RussianHotline.com RussianHotline.com, да Вот есть еще билеты Я смотрю, центр Надо не просто RussianHotline.com, а так RussianHotline.com RussianHotline.com Нет, нет, можете просто хотлайн, да И прямо вот увидите Слева там афиши И найдите Мишку Япончика Вот, и Можно Можете сделать клык На вот эту вот На эту дату И тогда вам откроется Вот план сцены И сидений План самого зала И тогда вы уже выберете Я смотрю, что билеты пока Есть немного, между прочим Так что спешите Вот так Вот Хорошо Ну что Теперь от радостного От приятного От веселого От задорного Ты очень любишь начинать Из Чикаго, да? Ой Сколько у нас говернером сидело? Четыре Да, вот есть возможность Пятому на очереди Сесть пятому за его дела Я думаю, что пятый Пятый, поскольку у него состояние Более двух миллиардов долларов Вообще так подумай Как не стыдно Выносить унитазы из дома Чтобы признать жилище Чтобы получить 300 тысяч возврат Невозможно, представляешь? Почему стыдно? Это делают люди сплошь и рядом Просто он попался И все Стыдно Стыдно Нет, стыдно Не знаю, стыдно В том смысле, что Тебе, может, не было бы стыдно Мне было бы стыдно И себя был миллиардером И выносил бы унитазы Да Тырил унитазы Обалдеть Вот тут пишет Ну, чего удивляться Век интернета Все очень быстро Думаю, следующий губернатор Прямо с присяги Пойдет в камеру Сто процентов В целях экономии государственных средств Церемонию присяги Можно отменить Все очень просто Избранный губернатор С заранее приготовленным чемоданчиком В руках Обращается со словами Благодарности К своим избирателям Прямо на пороге тюрьмы Почему бы и нет, скажи мне Это ведь суть этого штата Это вот кор Безнадега называется Абсолютно Но ведь кто-то же за них голосует Ну, конечно Они же выигрывают выбор Ну, конечно Ну, ты же знаешь Что это штат Тут не пробить Тут всегда Вы забываете одну вещь Что этот штат Был Если бы еще до тех пор Как мы сюда приехали И этим штатом И тогда еще управляли Демократы И вы забываете Кто этим штатом В свое время управлял Во времена Аль Капона То есть Удивляться чему Это просто идет Чему не забываем Я не удивляюсь Я как бы Бессильно возмущаюсь И надежды особые нет На то, что что-то изменит То есть Раньше была откровенная мафия С которой боролись федералы Потом мафия Поджала под себя Профсоюз И теперь профсоюз Вкупе с коррумпированными Чиновниками и политиками Управляет этим штатом Посмотрите Профсоюзу 4 Профсоюз государственных служащих Они тратят сотни миллионов долларов На избирательную кампанию демократов И потом они с ними торгуются С одной стороны Политик Который должен представлять Интересы избирателей Но который сидит в кармане У этих профсоюзов Потому что они ему Обеспечили победу на выборах А с другой стороны Профсоюз Который требует для себя Определенных условий И все А избиратели А жители штата Побок Ты знаешь, что меня полностью Ну просто ошарашило У нас есть Знакомые Дочь этих знакомых Занимается в ЮАСИ Значит, вот подходит К концу К окончанию Учебный год Сейчас начинается экзамен Там финал И так далее Ты себе представляешь Что вот сейчас Профессора этого университета Значит, месяц тому назад Ушли на Забастовку Помощники профессоров То есть Т.А. Тичерс ассистанс А сейчас Конец года Вот, остался месяц Уходят профессора На забастовку Вот объясни мне Дети, которые Занимаются в колледже Им-то что делать? Как что? Я утром говорю Сыну Че ты лежишь? Вставай, давай Тебе шкалыш Он говорит Нет, там забастовка И у нас сегодня нет занятий Вот им надо спать теперь Понимаешь? Поэтому И никто Никого не интересует Судьба Вот ты говоришь Там Люди, живущих Жителей штата Никого не интересует Судьба Тут уже калыч Уже дети Которые платят За этот калыч Ладно, там Школьная забастовка Да? Ну Твои Тексы идут На оплату Но тем не менее По крайней мере Из твоего Добавочной кармана Не выходит Никаких оплат А тут Дети Родители Платят Туишин И вот дальше Что делать? Вот тебе Полная безнаказанность Ну Добавят им зарплату Поднимут нам Еще налоги Да? Поднимут туишин Потом будут кричать Так интересно Всех интересует Почему так дорого Стоит медицина? Почему-то Никого не интересует Что цена Стоимость колледжа Возросла почти В два с половиной раза За каких-то Несчастных Десять лет Да И никто этого не спрашивает Но это не страшно Потому что скоро же Студенты не должны будут Платить Все уже вернуты Медицина бесплатная Это бесплатно Ну это большие планы О которых мы еще поговорим А вот Статья Кэрла Англик Вы наверное знаете Того журналиста Конечно В Прайд Барн Пишет О трагедии Американских Либеральных евреев Вообще Интересно В своем письме 12 апреля Десять Либеральных Еврейских групп Включая Антидеформейшн Лиг Призвали Трампа Поклясся Что любая Предложенная Администрацией Миротворческая Инициатива Будет Основана На принципе Двух государств И однозначно Выразить свою Оппозицию Односторонним Мерам Включая аннексию Израилем Территорий На западном берегу Потому что Позволить Демократически Избранному Израильскому Правительству Притворять в жизнь Свою политику Угрожает Базовым Интересам Израиля Как еврейского И демократического Государства Заявляют Лидеры Еврейских Организаций В том числе Антидеформационной Лиги Далеки они От народа Принцип Двух государств Не будет реализован Ни за какие коврижки Прежде всего Он не нужен Самим Палестинцам Которые не собираются Жить в мире С Израилем Но Палестинцы Тут ни при чем Мотивация Этих групп Отчаянные усилия Сохранит Свою роль В новой Демократической Партии Которая Вовсе Но кроме политики У этой позиции Есть еще более Трагический аспект Их выбор темы Для диалога С Трампом Показывает Что или они Потеряли представление О своей роли В жизни Американских евреев Или что Американские евреи Уже не считают Что эти группы Могут играть роль В их жизни Плюс тайминг Письмо было написано Буквально перед Пасхой Перед Песхом Который для Американских евреев Является одним из Немногих событий Когда они вспоминают О своем еврействе И тем не менее В этот день Лидеры реформистского И консервативного Иудаизма Сочли Что наиболее важно Для них Выразить мнение Которое не связано Ни с иудаизмом Ни с еврейским народом И свободой Против их заявления Противоречило всем этим Напротив их заявления Противоречило всем этим Вещам То что за неделю до Песоха Эти лидеры Сочли необходимым Сделать политическое заявление Выражающее презрение К израильской демократии Требующее Продолжение Политики Отвергнутой Большинством Израильских евреев Показывает Что они Не представляют Себе другой цели Как продолжение Обамовской Антиизраильской Политики Это жутко А вот цель Которую они Преследуют Сейчас мы Примем звонок А потом поговорим О цели Которые преследуют Некоторые еврейские Организации И в частности И в частности Антидеформационная лига Да пожалуйста Вы в эфире Добрый день Добрый день Вы начали с Чикаго Но сегодня тоже Был интересный случай Про Чикаго Около пяти утра В Саус Лук Да Конгресс Парквей Трое молодых Ну конечно же Ну чисто белых Только почему-то Грязных Черных Решили отобрать У пожилого человека Автомобиль BMW За что один Получил пулю в лоб Да Я видел на фейсбурге Кончался торжественно Строжерс Хаспитал А двое других Были сразу же отпущены И отгадайтесь Трех раз кем Я надеюсь Что у него есть страховка Потому что Пулю в лоб За то чтобы Отобрать Автомобиль Это еще не угроза жизни Да Толик Мы не знаем Один скончался В строжерс Хаспитал Да Теперь покупают Страховку Спасибо большое Спасибо Я думаю Что получили По заслугам Пацаны Добрый день Пожалуйста У Финя Добрый день Я немножко опоздал Так что извините Я хотел сказать Дело в том Что за обостровки учителей И преподавателей Университетов Возможны Потому что В сущности Это форма шантажа Они шантажируют Нас с вами На повышение А зарплату Можно повышать До бесконечности И врачам И всем Дело в том Что за все Заплатим мы с вами А теперь Об учебе Значит Когда у меня Сын учился Это было Наверное Десяток лет назад Цена Обучения В Лайоле Годовая Было Семнадцать Пилищ Когда моя Точка Училась Это было Сорок Пилищ А сейчас Семнадцать Десят Пилищ Понимаете Поставать Можно Мы с вами Все заплатим Поэтому Ничто не спрашивает Про цену Которые Ставят Врачи Нам это Неинтересно Мы знаем Что Заплатим Спасибо Да К сожалению Вы правы И Кто бы спорил Кто-нибудь Может Представить Что ситуация В нашем штате Может поменяться Пока нет Или Все-таки Люди Будут Покидать Этот штат Что Собственно Происходит На протяжении Многих лет В этом Мы Наверное Верим Больше Люди Те Которые Могут Они Уезжают А те Которые Вынуждены Тут Оставаться Они Настолько Бессильны Что Ну Вот Они Текут По течению Ну А что Им Делать Как Это Все Менять Смотри Тебе Даже Не Представляют Возможности Проголосовать За кого-то Из Республиканцев А когда У тебя Появляется Возможность Голосовать И выбирает Республиканца Губернатора Он Действует Еще Хуже Чем Действовали Демократы Вот Теперь Давай Разберемся Что Делать То есть Штат Абричен Штат Абричен Олег Патлок Устраивает Нам Тут Шум Звуковые Эффекты Я Убрал Это Как Разор Том Я Больше В руки Не Напискивает Разные Пымпочки На Его Телефоне И Вот Тут Всякие Развели Послушаем Пока Мы Улыбаемся Ты Помнишь Да Сегодня Пятница Да Сегодня Пятница А Сегодня А Идет Какой Выходный Какой Викинг Чего Чего Идет Викинг Пасхи Последний День А вообще Идет Будет Православная Пасха Вот А я Чем Тебе Может Мы Сначала Поздравим Всех Православных Братьев Христиан Всех Православных Поздравляю Всех Своих Братьев И Сестер С Праздником Пасхи С С С Праздником Пасхи С Праздником Дорогие Друзья С Большим Праздником Религиозным И Светлым Вкусные Куличи Ой какие Вкусные В этом смысле Православие Выгодно Отлично От иудаизма То есть Жуям отцу Или бабки Из мотцы Мы смотрим На куличи Послушай А ведь Как здорово Когда Комец Продавать Не надо Здорово Когда В семье Например Смешанные Браки То есть В семье Вот Есть И мотца И кулич Ну правильно Делают кулич Из мотцы Из мухи Мотцы У меня в кухне На столе Стоит Вот такая Коробка Мотцы И два кулича Помнишь Этот анекдот Когда Еврей Женился На украинке И теперь У них в доме Или засалено Мотца Или за Мотца На сало Да Так что Да С праздником Всех Еще раз С праздником Да Возвращаясь Вот К статье Кэролайн Глик Возвращаясь К еврейским Организациям Замечательная Женщина Живет В Калифорнии Жанна Сундеева Издательство Называется Кстати О них Есть Хардкапи Бумажная Версия Газеты Так и Называется Кстати И у них Есть портал Она была Несколько раз В нашем эфире Действительно Человек Искренне Болеющая За Израиль Ну как Нормальный Человек Любой Консервативный Человек Который Искренне Болеет За то Что происходит В Израиле И на Одну Из ее Статей Или Я не помню Сейчас С чего Все началось В общем Антидеформационная Лига Ей Пригрозило Типа Поаккуратней Там Готовы Не помню Деталей Но смысл Примерно Так Вот Если бы Я сейчас Покритиковал Скажем Джорджа Сороса И меня бы Тут Обвинили В антисемитизме И антидеформационная Лига Кто-то бы Позвонил Мне Или Написал Письмо И сказал Мы тебе Тут Прищучим Прижучим Будем Судить Вот У нее Примерно Такая Ситуация То есть Не место Ей в Калифорнии В этом Рассаде Но тем не менее Эти организации Абсолютно Не имеют Никаких проблем Рассылать Письма С просьбами О финансовой Помощи Этим же Евреям Понимаешь И евреи Посылают Деньги Эти организации Очень Довольно Обладают Неплохим Бюджетом Любая организация Всегда Один Из Одно Из направлений Это Сборы Пожертвований Почему Потому что Это показывает То что Эту организацию Поддерживают И они Отправляют И порой И они Причем Практически Все организации Отправляют Деньги Скажем В Израиль Другое дело Что эти деньги Идут на финансирование Каких-то проектов Ну Как бы На благо Еврейского государства А порой Эти деньги Идут На Антиизраильские Антиеврейские Еврейские Организации Да Вполне возможно То есть Они как бы Занимаются Благотворительно Как Жора Сорос Занимаются Благотворительно Полмиллиарда долларов Практически Каждый год Он жертвует Он такой Филантроп А ты посмотри Сотни этих Организаций Которые Цель которых Изменить Америку Кардинально Как заявил Барак Хусейнович Обама Изменить По-моему Не полмиллиона Там цифра Гораздо Выше Миллиарда Полмиллиарда Долларов 500 миллионов Долларов Я помню Какой-то год Не знаю Каждый ли год Он это делает То есть Отправляет деньги Якобы Он занимается Благотворительностью Но Субсидирует Антиизраильскую Организацию Которая Называется Джей Стрит Субсидирует Финансирует Такую организацию Как Мувам Дат Орг Которая Ставит Своей целью Заткнуть Консервативные Голоса Где бы они Не звучали На телевидении На радио И так далее То есть И он Финансирует Сотни Вот эти Караваны Которые Сейчас Мадра Каравана Собирается Там 10 или 20 тысяч 10 тысяч Уже идет Очередных Соискателей Статуса Асайлум Формируется И Клен Бек Проводил Расследование Там Выяснилось Что В Чикаго Собственно Организация Это Которые Финансирует Тот же Сорос Которая Организовывает Эти Караваны Финансирует Их Направляет Сережа Кто-то Должен Их Финансировать Люди Идут Преодолевают Расстояние В 3000 Миль За этот Путь Их Почему Они с Детьми Их Кто-то Кормить Должен Давай Попробуем Добрый день Добрый день Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Александр Я из Зашкиона Израиль Здравствуйте Александр Шаббат шалом Я вас слушаю Уже Давно И Первый раз Мне получилось Дозвониться До вас Ребят Вы делаете Большую работу Большое вам Спасибо Особенно У нас В Израиле Потому что Сами понимаете То что Сообщает Официальная Пресса Газеты Радио Это все Конечно Туфта Вы нас Как говорится Ведете Помогаете Понять Что творится У вас Там В Америке Я боюсь Что у нас Такие же Проблемы Как и у вас На самом деле И что касается Образования Ну у вас Просто еще Есть соседи Которые Буквально Хотели бы Уничтожить Вас Физически Да Это единственное Что спасает От Одурманивания Молодежи Потому что Все таки Выходя из школы Они попадают В армию Более менее Мозги им там Вправляют Отличие от вас Где молодежи Вообще Не понимают Это кстати Хорошая Скажите Вот я хотел Я хочу вам задать вопрос Коль вы уже Позвонили В Америке Очень Так Очень хорошо Восприняли то Что Нитаньяху Был переизбран Вот И в принципе Я тоже Очень хорошо Отношусь К этому политику Но Буквально За неделю До выборов Я разговаривал Со своей родственницей Из Израиля И несмотря на то Что она правая Она почему-то Очень была против Нитаньяху И говорила она то Что он очень Глубоко Увяз Во всех Этих скандалах Что он Очень коррумпированный И Израилю Нужна все таки Какая-то Свежая волна И другой руководитель Как вы лично Вообще Относитесь К этому Поддерживали вы Нитаньяху Вам трудно понять У нас здесь Последние полгода Особенно Ну И ситуация Практически такая Как у вас Было с Трампом Когда вели Это расследование Миллер Вел расследование То есть Пресса И радио Телевин Все это Очень Негативно Это все Воспринимало Поднимало Все эти Фейк-ньюсы Все эти утечки Из прокуратуры Из органов Из полиции Все это Любой человек Который Внутренне Немножко неустойчивый Которым Каждый день Вдалблю В голову Что Нитаньяху Коррупционер Что он Это То Это Это влияет На психику Да И Я вот Работал на выборах На избирательном участке И я вам могу сказать Что Люди приходили Голосовать За Нитаньяху Именно Потому что Была такая волна Но Если взять Вообще В принципе Левый лагерь Не получил Вообще Ни одного голоса Там прошло Просто перераспределение Если вы обратили Внимание Что А вода потеряла Почти Было 24 мандата Остало 6 Мерец потерял 2 мандата И Они все перешли Просто в Кахоль-Лаван И все Большая конечно Неудача То что Беннет Не смог набрать Да Я за Беннетом Вот именно И следили за ним 4 мандата Да Это конечно Сильно ударило И Немножко Я хотя Всю жизнь Голосую За Наш дом Израиль Но Либерман Мне кажется Начинает Переигрывать Со своими Своими требованиями И прочее Да Идея у него возникает Очень интересная Порой Я лично К нему Очень большое уважение С большим уважением Нашусь Потому что Человек Который смог 8 лет Продержаться Против Обамы Это Подчеркивает Его Как Очень умного Очень гибкого Политика И то что Трамп С Натаньягу Это дуэт Который Не пробьешь И я надеюсь Что в 20-м году Трамп Переизберется С Божьей помощью И Сможет Я думаю Что На втором сроке У него уже никаких Ограничений Не будет По поводу Перезбраниям Я думаю Что начнет Наводить Все таки Порядок И в ФБА И в других Структурах Которые ему Очень-очень Сильно Сейчас Вредят Будем надеяться Олывай Спасибо Спасибо вам огромное Большое за вашу Работу Я понимаю Вам тяжело Там в этом В Иллиное Как говорится В логове Мы держимся Вам привет И мирного Неба над головой Надеюсь Что вы еще будете Продолжать Свою работу Будьте здоровы Я помню Когда Выбрали Обаму Мы тогда С женой Мы были в Хайфе находились И вот Помню Вот мы Шли спать И я Так надеялся Что проснулся И новость Будет хорошая К сожалению Чудо не свершилось И вот Мы потом Разговаривали С израильтянами У них было настроение Не очень хорошее Ты знаешь Оглядываясь назад Конечно же Я всячески пытался Так сказать Выступал против того Чтобы Обама Был избран президентом Но оглядываясь назад Я понимаю Что он нанес Колоссальный вред В стране То есть Не эти выступления А то что за Ширмой делалось Постепенно Так сказать Кардинально Изменялась страна Но вот я подумал Вдруг поймал себя На мысли А если бы Вдруг Скажем Президентом Стал Маккейн Ну в принципе Это тот же самый Демократ Только который Называл себя Республиканцем Так еще Воинствующий Демократ Мы бы Поскольку Он такой Очень Боевитый Был За все Воины Военные действия Мы бы Ввязались Еще в парочку Воин Где-нибудь В Европе Может быть С Россией Ирану бы Помогали Точно так же Как и при Обаме То есть Я не знаю Было бы Это лучше Или нет А пятно Такое На партии И потом А вот А вот Ваш Республиканский Президент Ну хорошо Тогда возьми По-другому Возьми Митрамни Вот был бы Он президент Митрамни Где бы мы были В какой бы Клоаке Это следили бы Мы тогда Это следующий Этап Когда Митрамни Против Обамы И Судя по Их Вот когда Они там На телевидении Дебатировали И Митрамни Назвал Главным Геополитическим Врагом Россию Обама Над ним Посмеялся Это сейчас Для демократов Самый главный Враг Россия Ну потому что Они выстроили Такую легенду Что Трамп Выиграл Благодаря Путину Задурили Всем головы И как бы Продолжают В этом направлении Кстати Часть республиканцев Тоже И вот Если бы Митрамни Был президентом Мы бы уже Выевали Если Если Трамп Победил Благодаря Путину Я хочу Выразить Путину Личную Благодарность За то Что Трамп У нас Ты понимаешь Если бы Рамни Победил Вот Судя по его Как говорится Трек Рекорд Мы бы сидели Ниже Травы Тише Воды Сегодня Бы Европа Ручкалась Бы с Путиным Покупала Бы Весь Газ Всю Эту Вот Создавала Бы ему Военную Мощь Своими Деньгами А мы Бы сидели И тихо Наблюдали И поверь Мне Не было Бо 750 Миллиардов Бюджет У Пентагона Не было бы Вот этих Реформ Налоговых Не было бы Вот этих Дерегуляций Которые позволили Вот тебе И все Вот тебе Возьми все То что сделал Трамп Отмотай назад И еще Чуть Минус Негатив Уйди Элементарно Поэтому Слава Богу Что есть Трамп Другой вопрос Ну окей Хорошо Знаешь как говорят Не на Как это говорят Не нализавшись Не наившись Не належишься Ну да То есть ты Ходил сказать Что из двух зол Выбирают Лучше Я хотел сказать Не наившись Не належишься Нет Я это понимаю Четыре года И все А дальше что А дальше Трамп А дальше А дальше Трамп Нет Нет Вы не поняли А дальше Еще четыре года И что Потом Двадцать четыре Потом президентства республиканцев хотя был прецедент после рейгана был буш который тут же облажался да но у нас нет этого а у нас этого нет у нас нет буша после рейгана пенс он никакой бель президент ты понимаешь вот и все сегодня не дай бог что-то случись с трампом линдс и грэм подожди на не но хороший хороший у нас впереди еще пять лет до за пять лет мы вырасти рёжный выбирать там рановато нет мы вырастим поколение дрова вырастим я вырастим воспитаем лидера достойного и будет у нас после же сюда послевать им еще не на он быстренько нас построит как положено все ухты заговорились простите простите